Добрый день! Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Вопросы веры». И сегодняшний выпуск посвящен началу учебного года в Пензенской духовной семинарии. У нас в гостях первый проректор учебного заведения, протоирей Николай Грошев. Здравствуйте, отец Николай. Здравствуйте. Сколько студентов в этом году поступили на очные и дополнительные отделения, и можно ли говорить о том, что из года в год популярность нашей семинарии возрастает? Вы знаете, это достаточно, с одной стороны, интересная и избитая тема сегодня для большинства семинарий, потому что общая проблема в том, что количество людей, готовых связать свою жизнь с служением Бога, не так много. Это первый момент. Второй. То, что мы видим на общем фоне, что происходит сегодня, наверное, в России, мы можем сказать, что Пензенская духовная семинария все-таки преодолевает эту общую тенденцию, и мы можем говорить о том, что пусть незначительный, но прирост абитуриентов и поступивших студентов в этом году имеет место быть. Мы приняли достаточно студентов на подготовительный курс, это 10 человек. Конечно, это нижняя планка, рекомендованная учебным комитетом, но тем не менее мы ее преодолели. Соответственно, на первый курс теологии достаточно значительный набор был осуществлен, более 30 человек. И, помимо того, у нас был осуществлен набор магистратуры. Причем в этом году, в отличие от прошлого года, был достаточно большой конкурс. То есть, два человека на место, даже два с половиной человека на место. При этом мы набрали 8 студентов. Это неплохие показатели в целом для нашей только-только еще начинающей свой путь в новой нашей истории семинарии. Конечно, в прежней своей истории, в 200-летней семинарии, переживало многое. Но наша новая история началась буквально 4 года назад. Помимо того, у нас продолжается набор на отделение дополнительного образования, на котором мы готовим специалистов в области миссионерской работы, просветительской работы, в области катехизаторов, миссионеров, работников молодежных отделов, ну и, конечно же, социальных работников. Набор продолжается. И начало занятий – это 1 октября. Несколько лет назад в Пенинской семинаре получил свидетельство о государственной аккредитации ВУЗа. То есть, это далеко не все подобные учебные заведения России имеют такое вот свидетельство. В связи с этим, можно ли отметить увеличение желающих поступить из других регионов? Общая тенденция, конечно, такова, что желающих получить диплом государственного образца, конечно, гораздо больше, чем получить обычный диплом установленного образца. Это факт. Говорить о том, что у нас массовый наплыв, мы, наверное, пока преждевременно, по одной простой причине, наверное, мы где-то пока еще не дорабатываем. Потому что информация о том, что наша семинария – одна из ведущих сегодня Русской Православной Церкви, она, наверное, не совсем пока еще всем доступна. Хотя мы, конечно, стараемся и на сайте, и, собственно говоря, и в вашей передаче к этому призвана тоже рассказать о нашей семинаре, о тех уникальных преподавателях, о том, что у нас сегодня действительно осуществлен замечательный коллектив. Помимо того, проводятся регулярные лекции приезжих профессоров Москвы, Саратова, Питера, Нижнего Новгорода. Мы стараемся дать нашим студентам такой достаточно широкий спектр, представить им различных преподавателей-лекторов, чтобы они имели возможность сравнивать, чтобы они жили не тихонько закисая в своем собственном соку, совершая свое спасение, как говорится, строя келью под елью, а имели достаточно широкий спектр тех выдающихся лекторов, которые сегодня мы, собственно говоря, можем видеть, наблюдать в нашем духовном образовании. А кого сейчас можно больше увидеть среди семинаристов? Выходцев из семьи Мирян или все-таки это по большей части дети священников? Вы знаете, я думаю, в равной степени и то, и другое. Наверное, те годы, которые назывались университетскими призовыми, когда люди из университетов, когда из различных сословий, можно так сказать, хотя и сословий-то у нас давно уже нет, но тем не менее в 90-е годы, когда Господь собрал всех нас с различных направлений и привел в семинарию, они, наверное, все-таки заканчиваются. И общая тенденция сегодня все-таки есть, можем говорить о какой-то среде, в которой пробуждается интерес духовного образования. Понятно, что это и среда семьи духовенства, семья священнослужителей, но и, помимо того, конечно же, это воскресные школы. Это, наверное, один из основных поставщиков сегодня наших абитуриентов. Воскресные школы и наши приходы, то есть прихожане, которые посещают храмы и у которых пробуждается интерес в дальнейшем связывать свою жизнь с служением Богу и Церкви. А большие возрастные различия между семинаристами – это в основном молодежь или, может быть, даже уже священнослужители? Если говорить о первых курсах, то есть имеется в виду подготовительные отделения, там практически в этом году ровный набор, практически все после школы задавшие благополучное ЕГЭ, ну и имеющие возможность поступить к нам на обучение по направлению подготовки теологии. Что касается подготовки священнослужителей и религиозного персонала, то здесь у нас спектр очень широкий. Возрастные категории, скажем так, от 18 и плюс, практически, наверное, до 50 лет. Люди совершенно различные, у каждого свой путь к Богу, несомненно. Возрастные категории, у некоторых по 2-3 высших образования, кто-то кандидаты наук, но все они, в общем-то, оказались вместе. Я, наверное, в сравнении могу привести только события, наверное, с апостолами, как Господь выбрал из среды еврейского народа совершенно различных людей. Вот так вот собрал в одну кучку и сделал их ловцами человеков. Вот нечто подобное и сегодня происходит у нас на этом направлении подготовки. Люди совершенно различные, но что поражает, с огромным желанием, энтузиазм, они приступили в этом году к учебе. Хотелось бы пожелать, чтобы такой же энтузиазм у них сохранился до конца в обучении. Спасибо, отец Николай. А сейчас давайте ненадолго прервем наш разговор, чтобы познакомиться с основными событиями из жизни Пензенской митрополии в нашей традиционной рубрике «Седмица». В Пензе собирают подписи против абортов. Инициаторы акции предлагают исключить эти медицинские операции из системы обязательного медстрахования, имея в виду моральную и этическую стороны. Обязательное медицинское страхование – это выделяет деньги для лечения. Беременность не является болезнью, как светящий говорит, и аборт не является как лечением. И мы должны в этом понимать, что большинство, мы должны как люди верующие это доносить людям. Впервые идея сбора подписей против сознательного детоубийства возникла год назад. Тогда всего за месяц свои голоса за жизнь отдали 200 тысяч человек. Аборт – это убиение младенца во чреве матери. Это является нарушением заповедей божьих, потому что одна из заповедей – не убей. Вот поэтому сейчас идет такая акция. Оставить свою подпись в защиту малышей, которые еще даже не появились, на свет – дело абсолютно добровольное. Бланки аккуратно собирают и отправляют в Патриаршую комиссию по защите материнства и детства в Москву. Считаю, что нужно больше привлекать людей, средства массовой информации, чтобы об этом говорили по телевидению, писали в интернете, чтобы люди знали об этом, что аборт – это очень страшный грех. Свою подпись под предложением вывести аборты из системы ОМС оставил настоятель храма, отец Василий. Начиная с середины августа, его автограф стал уже 166-м по счету. Собираются подписи каждый день. Храм у нас работает с 8 утра до 7 вечера. Любой прихожанин может прийти в любое время, отдать свой голос, оставить подпись в пользу этой акции. Пока, говорит Юлия, поддержать акцию не отказался еще ни один прихожанин. В прошлом году святейший патриарх Кирилл выступил с обращением в Госдуму для того, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. В этом году инициатор акции планирует собрать миллион голосов, каждый из которых важен и верит, будет услышан. Во всех храмах Пенза прошли праздничные службы в День Рождества при Святой Богородице. Это один из 12 главных праздников церковного года. Среди двунодесятых он хронологически самый ранний и в годовом круге также стоит первым, через неделю после церковного новолетия. По преданию, родители Девы Марии и Аким, и Анна были уже в преклонном возрасте, но все еще не имели детей. Поэтому, когда и Аким узнал, что у него родится дочь, то дал обет посвятить ее жизнь Богу. Тем самым на ней свершилось вот это пророчество, которое было Даниилом Пророком. Все девы во чреве возьмет и зачнет и родить сына, и нарекут имя Ему и Эммануилу, что значит с нами Бог. Через нее родился Спаситель Мир. Она воссоединила в себе, в своем чреве, соединила божественное и человеческое. Сам Спаситель стал, прием из рака раба, стал человеком для того, чтобы человек имел возможность обрести Царствие Божие. О духовных традициях казачества речь шла на уроке духовного воспитания в кадетской школе номер 46 Пензы. Его провел протеерей Николай Грушев, первый проректор Пензенской духовной семинарии, член Общественного совета при УМВД России по региону. Подобные уроки в образовательных учреждениях он считает необходимыми, при этом отмечает, что модель поведения ребенка закладывается в семье. Необходимость дальнейших каких-то усилий педагогов и каких-то занятий, собственно говоря, как, наверное, и каждому человеку в нашем сегодняшнем обществе, некогда оторванном от традиционных наших ценностей, это, в общем-то, наверное, отрицать будет сложно. Отец Николай сделал краткий экскурс в историю, рассказав о полководцах-победителях, которым помогала вера в Бога и в своих солдат. Затем батюшка рассказал кадетам о соблюдении основных божьих заповедей и грехах, которые часто совершают люди. Он рассказал интересные истории из жизни. Он преподал какой-то урок, и я поняла, как нужно относиться к другим людям, к Богу. По мнению кадетов, такие встречи полезны для их внутреннего развития. Кроме этого, они дают возможность общения школьников с представителями духовенства. Первохрам Пенза, Спаский кафедральный, вновь приглашает под свои своды не только верующих, но и тех, кто интересуется историей родного города. Пока на стройплощадку. Но, как говорят организаторы фестиваля православной культуры, Спасские вечера, недалеко то время, когда приходить можно будет уже в действующий храм. Надеюсь, нам позволит погода провести масштабные мероприятия и в самом соборе, и, безусловно, рядом и в Лермонтовском сквере, и на территории самого Спасского собора. Как всегда, это будет связано и с различными народными промыслами, гуляниями, но, так скажем, изюминкой этих Спасских вечеров будет прежде всего открытие масштабной выставки, которая будет посвящена истории Спасского собора. Благотворительный аукцион уже стал традицией фестиваля. Один из его интересных лотов – это возможность подняться на колокольню собора в темное время суток и увидеть ночную пензу с высоты птичьего полета. Спасские вечера – это, прежде всего, благотворительный фестиваль в лучших традициях, как мы называем пензских меценатов. Это именно фестиваль православной культуры. Поэтому мы надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем. Конечно, мы движемся к открытию собора, и каждый фестиваль приближает к этой памятной дате. Сентябрьские Спасские вечера станут уже третьим по счету фестивалем, собранные средства, в ходе которого пойдут на продолжение восстановления главной святыни – пензенской митрополии. Впервые в рамках праздника будет открыт краеведческий лекторий. Одна из его тем до сих пор является самой загадочной и интригующей для любителей родной истории – это подземные ходы пензы. В Спасском кафедральном соборе эти ходы подземные пензы как бы сходились, концентрировались с нескольких направлений. Достоверно известно, а у меня хранятся воспоминания пензенцев, конкретных людей, которые ходили в разные годы по подземным ходам сюда к Спасскому собору. В рамках фестиваля и реконструкции городских празднест XIX века рядом со стройплощадкой в Лермонтовском сквере. Глава пензенской митрополии принял участие во втором международном фестивале русской традиционной культуры «Жар птица». В один из его дней действие проходило в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике Тарханы. Мы все смогли увидеть все, потому что, наверное, если бы это было на территории заповедника, то, наверное, не все бы смогли обратить внимание на все коллективы, а здесь была уже, так скажем, представлена вся палитра тех коллективов, которые были превышены на фестиваль. В гостиничном комплексе расположилась выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Мне близок русский дух. Тут Русью пахнет. А на сцене актового зала моноспектакль отыграла артистка Московского драматического театра Нина Марушина. А речи Пушкина умильно, голос светлый-светлый, и выводиться он мог без отрыва. Вот други водят круто, либо тихо. А есть писатели, читают, вот прям как в собаке он грызает. Поддержали фестивальный марафон и народные коллективы Пентинской области. У строящегося в Пензе Спасского кафедрального собора теперь есть свой неофициальный гимн. Он звучал на первой сводной репетиции хора Спас и пензенских музыкантов. Разошлась ночная мать, писает золотые купола Спасского собора. Автор музыки, заслуженный работник культуры Виктор Клименко. А слова написал пензенский поэт и журналист Владислав Самсонов. Он признался, что стихотворение о Спасском кафедральном соборе сочинил по велению души. И то, что оно станет в итоге гимном, не ожидал. Мурашки даже. Как будто это уже не мое. Когда уходит текст куда-то и когда уже перекладывается на музыку, то со стороны смотришь, думаешь, ну, неужели это слова мои? Работаю тут рядом с собором. Утром шел, видел эти золотые купола. Ну, пришли слова сразу как-то вот. И от них уже оттолкнулось. Новое произведение будет исполняться в сопровождении русских народных инструментов. Напоминаю, вы смотрите программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». И сегодня в передаче, посвященной началу учебного года, мы беседуем с первым проректором Пензенской духовной семинарии, протоиреем Николаем Крошевым. Отец Николай, ну, большую часть программы посвятили разговору о студентах, но хотелось бы, конечно, вспомнить и не оставить без внимания и преподавательский состав. Произошли ли в этом году какие-то изменения в педагогическом составе? И, может быть, есть до сих пор открытые вакансии преподавателей? Что касается открытых вакансий, то они у нас всегда заранее выставляются на сайте. С ними можно ознакомиться. Но на этот год практически они все закрыты. И это, в принципе, отрадно, поскольку год учебный уже мы начали, и поэтому было бы неправильно начинать без преподавателей. На сегодняшний день преподавательский состав у нас достаточно сильный. Порядка более 60% – это остепененные, имеющие научные звания, ученые степени. И, собственно говоря, то, что сегодня предписывает общее положение высшим учебным заведениям в магистратуре, так там, в общем-то, процент еще выше, до 70%. У нас есть целый ряд достаточно уникальных, замечательных преподавателей. Это, прежде всего, конечно, Павел Александрович Гагаев. Человек, который пришел, хотя и из светской среды, но он настолько органично вжился в церковную среду. И его предметы, его научных исследований, его интересы – это, конечно, прежде всего, русская духовность, русская культура, русская словесность. Именно непосредственно связаны с православием. У нас замечательные преподаватели, профессора, которые составляют цвет сегодня, в общем-то, московской образовательной среды. Это такие, как Склярва, декан педагогического факультета Свято-Тихонского государственного университета, который является сегодня научным сотрудником и консультантом нашей семинарии, и осуществляет здесь научную работу среди наших магистрантов, готовит их. И эта работа достаточно продуктивная. У нас немало преподавателей, которые дают открытые лекции. Мы заранее объявляем об этом. У нас, интересно, сегодня открывается цикл лекций. Открылся, уже начался. Это открытые лекции по истории древнего мира. Причем все желающие абсолютно, не только учащиеся, семинарии, то есть могут посетить эти лекции достаточно интересные, содержательные, познавательные. То есть они не являются частью учебного плана, эти открытые лекции, но они скорее создают такой общий фон для изучения тех дисциплин, которые, в общем-то, постигают, обучаясь в семинарии. То есть то, что было бы полезно, но что, наверное, за рамками учебного плана мы постарались им тоже дать. Это, конечно же, достаточно большой объем языков, английского, греческого, большой объем часов. Есть надежда, что под последние наши наборы ребята смогут, по крайней мере, завершая обучение в семинарии, открыть для себя еще достаточно большое пространство научной литературы на иностранном языке. Если до этого мы говорили все-таки условно, да, мы изучали эти языки и говорили о том, что где-то еще со времен Царя Гороха все-таки в семинариях, изучая 7 языков, как обычно говорили, все-таки изучали их достаточно номинально. То есть тот, кто желал его изучить, он, конечно, мог изучить, имея эту базу, который давал в семинарии. Ну, а те, кто не особо желали, ну, в общем-то, их уровень знаний ограничивался знанием нескольких десятков слов, ну, и, наверное, алфавита и каких-то особо некоторых правил грамматических. На сегодняшний день мы хотим преодолеть вот ту сложившуюся тенденцию за многие века, как это было сделано в свое время в Московской духовной семинаре Академии, в Питерской. И, надеемся, у нас все должно получиться. Николай, ведь это очень сложно сразу в семинарской скамье пойти в храм и стать достойным пастырем, достойным священником на определенном приходе. Как происходит непосредственная передача вот этого пастырского опыта? Здесь вещи, о которых мы сейчас пытаемся говорить, наверное, они все-таки в большей степени сокровенные, сакральные. Ведь Господь постучался в сердце этого юноша, он пришел в семинарию. Понятно, что наша задача в большей степени, чтобы этот огонек не угас, чтобы ни глаза не потухли, тем более ни сердце совсем не истлело, а продолжало гореть и поменять этой любовью ко Христу. Понятно, что главное – это то, что происходит, таинство, которое происходит в душе самого человека, в его сердце, и оно сокрыто от наших взоров. Мы можем говорить о том, что человеку дается некий дар пастырства, дар вот этой отеческой любви, заботы о тех, кто верен его попечению. Но это невозможно, во-первых, без благодатного воздействия на душу человека. То есть, когда выпускник, решив свой семейный вопрос, в общем-то, сдав необходимые ставленческие экзамены, подходит к хиротонии, переживает это. Ну и, конечно же, второй момент – это молитва самой пастыры и настроение самой пастыры. То есть, очень часто бывали случаи, когда молодой человек, в студенческие годы, будучи, в общем-то, немножко увлеченный различными моментами, оказавшись на приходе, становится очень ревностным пастырем. И вот эта и молитва пастыры, с одной стороны, с другой стороны, благодать, которую немощно врачует и оскудевающе восполняет, они делают свое дело, и мы видим, как преображаются эти вчерашние мальчишки, которых мы где-то поругивали, где-то воспитывали и думали, на кого же мы церковь оставим. И поистине приходишь к мысли, что церковь, которая в основном Господь, вечно, и врата ада не одолеют ее. – Последний вопрос я задам, может быть, не совсем корректный. Какое из нынешних отделений семинарий вы считаете своим любимым? Или, если, может быть, перефразировать, чтобы было корректнее, что или кого вы можете назвать гордостью Пеньской духовной семьи? – Вы знаете, каждое из этих отделений или направлений, подготовки для меня дороги, поскольку, вы знаете, это как ребенок, который выпистывали, который вырастили, и о котором необходима забота. – На сегодняшний день, если говорить, как в семье, кто более, наверное, дорог, все-таки, наверное, те, кому больше нуждается в нашем внимании, кто больше нуждается в нашем внимании и в нашей заботе. Там, где те отделения, которые уже прошли, какие-то стадии становления, где уже сформировалась какая-то традиция, практика, обучение, там уже все, слава Богу. Те направления, где еще необходимо многое-многое сделать, конечно же, они занимают больше пространства сегодня и в нашем сознании, и в нашем сердце, и, собственно говоря, в объемах нашего времени. На сегодняшний день, конечно, больше беспокойства, и больше, я бы сказал, в хорошем смысле беспокойства, вызывает, конечно, новые направления, которые были созданы в прошлом году, это наша магистратура. Поскольку в этом году мы планируем первый ее выпуск, и, конечно, нам бы хотелось продемонстрировать хорошую работу и наших преподавателей, и наших студентов. Очень хотелось бы, чтобы они, проделав свою научную работу, своими трудами принесли пользу церкви, чтобы это не была работа ради самой работы, что мы ориентируем их, чтобы эта работа была в большей степени прикладной, чтобы ее можно было использовать здесь, на нашей земле, в нашей Пенинской митрополии, чтобы те усилия, которые затрачиваем и мы, преподаватели, и сама епархия, и, простите, наши богомольцы, поскольку семинария содержатся на их пожертвовании, чтобы чувствовали, что вот эти труды не пропали напрасно, что они принесли достойный плод. Спасибо, отец Николай. А я напомню, сегодня мы беседовали с первым проректором Пензенской духовной семинарии про тиреи Николаем Грушевым. Для вас работали мои коллеги и я, Наталья Языкова. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин